Отделение реабилитации для людей, которые перенесли COVID-19, створается в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице. После тяжких форм у захворывания многие люди не могут худко вернуться до случайного ладу жизни. Медицинскую установку наведали наши корреспонденты. Оказание плановой допомоги у областной туберкулезной больницы не споняли николи, а еще подчас первой хвали коронавирусу два из пяти корпусов перепрофиливали для лечения хворых на COVID. До этого часа тут прошли курс лечения больше 4 тысячи кислородозалежных пациентов с тяжкими формами захворывания. У нас много пациентов, имеющих тяжелые формы, тяжелые пневмонии, которые сразу же после пролечивания не могут приступить к работе ввиду большого объема поражения. Они нуждаются еще в отделении реабилитации для того, чтобы восстановить, восстановить свои дыхательные способности, восстановить силы и так далее. Поэтому в настоящий момент отделение реабилитации очень важно для этих пациентов. Кто перенес это, все прекрасно понимают. Зараз в будущем отделении реабилитации ведутся ремонтные работы. Ранее тут находилась пульмонология, которая переведена у инших будинок. Необходные сродки выдаткованы с областного бюджета. У воголя питаниями реабилитации у туберкулезной больницы начали займаться на початках этого года. Если подчас находжения под кислородной маской с пациентами начинают проводить процедуры, накереванные на больше худкое обновление здоровья. Задача нового отделения – допомогать людям максимально худко вернуться до нормального життя. Причем обслуговываться тут будут не только пациенты туберкулезной больницы. Открытие отделения реабилитации заплановано на початок студии, но уже сегодня можно сказать об его функциональных махчимостях. В этом отделении планируется уже использовать стационарное наше отделение физиотерапии и все оборудование, которое в нем имеется. Это будет ингаляторий, это будут ингаляции с солью, то есть это индивидуальная спелеотерапия, это хороший зал ЛФК, ну и различные другие методики, которые будем перенимать опыт, может быть, у республиканского центра экспертизы реабилитации. Олег Сенцеров, Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».